на библейский портал x get поступил вопрос возможно ли при жизни очиститься от грехов и больше в них не впадать мы должны здесь сказать о важных святоотеческих определениях безгрешности и бесстрастия безгрешен один господь поэтому очиститься очиститься и стать безгрешным это разные вещи будем так говорить а вот бороться со своими страстями и побеждать страсти это наш долг есть такой опять же святоотеческий образ когда человек не борется со страстью он напоминает хозяина у которого есть собака крупные волкодав который он спустил с цепи кормит откармливает до того чтобы этот пес мог наброситься на кого-то и растерзать что делает христианин этого пса сажает на цепь запирает в клетку морит голодом то есть если ты отнимешь у на устрасти пищу это конечно будет не сразу она будет слабеть она будет засыхать засыхать есть такие даже насекомые которые ну там такая порода червей который вот без воды так вот сжимаются в такие почти в личинки но если на них воды побрызгать они опять разбухают они начинают как-то оживать то есть вот главная задача не давать своим страстям пищу например если ты страдал винопитием ну убирай алкоголь не только напиток но даже рюмки из шкафа там не знаю блудил здесь вообще борьба которая будет связана с всяческим обузданием общения с женщинами просмотров каких-то фильмов чтение книг вот все это нужно исключать категорические жизни решительно вот ну и так далее то есть по каждой страсти здесь можно пройтись и сказать что нужно от чего отказываться вот поэтому мы должны поставить себе цель грех возненавидеть вот есть такой опять же отеческий призыв вот признаком покаяния является ненависть к страсти вот как можно от блуда покаяться и понять что ты принес господу покаянием когда тебе станет противно противно мерзко от мысли что ты мог это сделать так вот мы читаем у мариегипетской да она нас содроганием она даже не она даже не может вспомнить как это было гадко перед богом вот те годы когда она блудила вот человек который нам пил и потом освободился от этой страсти он 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 тоже с отвращением вспоминает как это было и там так далее так что здесь надо себе такую цель ставить очищаться от грехов опять же понимая что это действие божие господь своей благодатью своей помощью он только нас очищает от грехов именно очищает потому что внешне внешне человек может обуздать внешнее поведение исправить но вот искоренить из сердца то что называется остаточное явление это может только благодать божия для примера можно привести ситуацию когда человек допустим покосил на своей даче сорняк просто сбил верхушки но корни остались то есть дождик прошел и через там три-четыре дня это все пошло 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 даже больше чем было лучше бы не косил вот поэтому если ты внешне например предположим человек борется с гневом да ну скажем так с проявлением гнева в виде мата человек матерился вот перестал материться да хорошо но корень гнева у тебя остался еще в сердце остался и он ждет своего часа если ты чуть-чуть расслабишься у тебя он снова выстрелит поэтому вот этот труд внутренний это невидимый броня который говорит старец никодин святогорец вот этим трудом должны заниматься христиане у нас большинство людей дошли только до внешнего исправления жизни да то что называется нравственность до внешне мы можем быть неплохие люди неплохие но бог-то зрит куда он смотрит в корень он смотрит в сердце и сколько раз мы читаем евангелие про сердце да и сердце исходят злые помыслы убийство плюбодеяние зависть вражда и так далее то есть пока человек не начнет очищать свое сердце и свой ум вот ничего не получится то есть ты не будешь христианину сейчас потому что христианин он должен уметь взаимодействовать со своим внутренним миром вот что главное это вот наше коренное отличие от всех других людей потому что внешнюю праведность показывает и мусульмане и иудеи и индусы могут быть они могут спокойные быть они могут там быть девственниками не могут быть постниками в том числе да но очищать сердце только может благодать божия который дается православным мужчинам через церковь внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и и и и и и и